Чтобы украсить такие елки, нужен специальный подъемник. На Старозагоре свыше полутора сотен деревьев, которые к Новому году должны радовать жители яркими огнями. Рабочие трудятся даже в выходные, чтобы подарить людям праздничное настроение. Эти деревья на бульваре Старозагора впервые засияют к зимним праздникам. Раньше эти ели никто не украшал, сейчас на них вешают гирлянды. Загорятся они уже в декабре. Гирлянда состоит из двух частей. Одна белого, холодного цвета, другая желтого. Мы наматываем их на круг елки по спирали. Белый в левую сторону, желтый в правую сторону. Чтобы они были как пересечения. Есть трудности, да, потому что надо переезжать с одной стороны на другую сторону. Только с двух вышек можно это делать. Одна вышка не достает. Украшать Старозагору начали в конце ноября. К Новому году уже готова Молодогвардейская. Завтра закончится работа на Ворском проспекте и улице Маяковского. Всего в зимние праздники в городе засверкают более двух тысяч гирлянд. Все гирлянды светодиодные, то есть потребление каждой гирлянды составляет менее 10 ватт. Поэтому серьезной нагрузки на сети уличного освещения не предполагают. Украшаются и ели, и обычные деревья, листья на деревья. Листья на деревья обматываются стволы и ветки, а ели украшаются как накидка в виде накидок сверху. Создавать новогоднее настроение будут также световые консоли и перетяжки. В городе снова засияют восемь фонтанов из лампочек. Один из них переехал на Старозагору от современника. Жители говорят, праздничная атмосфера уже ощущается. Только что с ребенком шли, видели, как тестируют эти огоньки на елке. Уже сразу радостное новогоднее настроение возникло. Мы радовались. Вот очень хорошо, что я так поняла, что по всей олейке вообще будут огоньки гореть. Первый раз такой. Мы очень рады, здорово. Своение улучшается, естественно. Сиротонин вырабатывается, жизненные силы повышаются. Красота, она всегда радует. Включать новогоднюю иллюминацию будут вместе с уличным освещением. В декабре Самара будет сверкать примерно с половины пятого вечера до половины девятого утра. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.